К сожалению, без утрат не обошлось и среди известных артистов и представителей шоу-бизнеса. Подчас смертельные недуги настигают тех, кто, казалось бы, находится на пике своих жизненных сил и возможностей. Но за предельные нагрузки напряженный гастрольный график кого-то лишает творческих сил, а кого-то приводит к трагическому концу. Буквально на этой неделе ушли из жизни певцы Пьер Нарцисс и Юрий Шатунов. У одного были серьезные проблемы с почками, а у второго с сердцем. Медики отмечают, что болезни системы кровообращения традиционно занимают первое место среди причин смертности населения России, составляя в настоящее время 47%. Поболит и пройдет. Именно так реагируют многие россияне, особенно мужчины, на какие-либо проблемы со здоровьем. Чем это чревато и что может позволить прожить как можно больше? Об этом в следующем репортаже. Врачи в России обеспокоены высоким процентом смертности, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как говорится, человек предполагает, а судьба располагает. Количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в России не только снижается, а наоборот растет. Если говорить о гипертонической болезни, то наша задача на профилактических осмотрах своевременно выявлять это заболевание. Если заболевание выявлено, дальше наша задача правильно назначить лечение, контролировать это лечение, чтобы это заболевание не давало осложнений. Причин у сердечно-сосудистых заболеваний много. Экология, неправильный образ жизни, нездоровое питание, безответственное отношение пациентов к профилактике и диагностике. Но мало кто знает, но оказывается даже бытовая электроника и офисная техника, которая нас окружает, также является серьезной причиной болезни в нашем организме. Сейчас вот это изобилие роутеров, Wi-Fi, подогрев сидений, теплые полы электрические, блютуз-наушники, фитнес-браслеты. То есть, естественно, все это становится неотъемлемой частью нашей жизни на сегодняшний день. А я напомню, что именно сердце, ну и головной мозг, конечно, у нас два электрических органа, которые, естественно, на это все реагируют. Также процент смертности в нашей стране сильно зависит от пола. Женщины во всех странах мира живут заметно дольше мужчин. Мужчины не плачут, не жалуются, решают все проблемы, молча стиснув зубы из последних сил. Именно эти установки приводят к накоплению стресса внутри организма и сдвигам в биохимических процессах. Мужчины у нас все настоящие полковники, да, они крайне редко обращаются ГЦ за помощью. И даже если они приходят все-таки, да, в кабинет кардиолога или, да, ГЦ любого другого врача, как правило, их приводят любимые жены. И вот очередная потеря. На 49-м году ушел из жизни любимец многих девушек, легенда 90-х Юрий Шатунов. Под его песни пели, танцевали, признавались в любви. Он был суперзвездой отечественной поп-музыки. И вот его не стало. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Трагедия не обошла стороной 45-летнего Пьера Нарцисса. Звезда нулевых испытала серьезные проблемы со здоровьем, но поздно обратился за помощью к специалистам. Мужчину экстренно прооперировали, но он скончался, не приходя в сознание. Как же прожить долгую, самое главное, здоровую жизнь? Врачи рекомендуют больше гулять, правильно питаться, не забывать о физических нагрузках, меньше проводить время за гаджетами. Естественно, следует отказаться от курения и ограничить потребление алкоголя. Итак, контроль за своим здоровьем, образом жизни в целом, своевременный чекап у специалистов – вот путь к тому, чтобы прожить свои долгие годы без болячек и с улыбкой на лице.